Приветствую вас и ситуация, которую вы описываете безусловно тяжела. Для вас я вам сочувствую, я искренне сочувствую вам в этой ситуации. Если я правильно понял ваше имя, а вас зовут Ксель, так вы себя назвали бы в контексте своего вопроса. Сказать я вам хочу примерно следующее, значит нет здесь какого-либо правильного решения, нет здесь какого-либо адекватного решения по ситуации проблемы. Нет и все тут, вопроса нет, нет потому что не может быть в данном контексте. Вам действительно придется признаться факт, что кому-то будет больно, кому-то больно будет. Вам больно будет в вашей семье в любом скорее всего случае. Ну просто потому что вот так сложилась ситуация. Никакие слова здесь не помогут. Только искренность, только открытость, только готовность к болику, ну к болику и уязвимости. Котовность к, я бы сказал, к чему-то вроде негатива, к чему-то вроде какой-то устойчивости может быть. Только так, только так можно данную проблематику решить. Вы сами понимаете, как мне кажется, со временем, был ли это ваш выбор или это выбор в какой-то степени. В противовес той реальности, в которой вы жили, потому что ну уж слишком ваш парень, я бы сказал, открыто обесценивает. Все то, что является ценностью для той среды, в которой были и находились вы. Мне кажется, что там, ну это вряд ли может быть случайностью, честно говоря. Мне кажется, что никаким образом это случайностью быть не могло. Мне кажется, что никаким образом здесь совпадений нет. Нет, и в принципе быть не может. Поэтому мне кажется, что в какой-то степени то, что делает человек человек, это отражение что ли ваших желаний, это отражение ваших потребностей, может быть протестных интенсий против вот тех идей, которые высказывают ваши родные. И мне кажется, что очень может быть, что сами вы как-то вот высказывать, выражать это. Боитесь, может быть, или рискуете самостоятельно это делать, а через парня своего и защищать, ну как бы, своего парня. Это оно в принципе нормально. Я не считаю, что вы делаете что-то дурное, я не считаю, что вы делаете что-то плохое. Я просто говорю о том, что мне кажется. Таким. 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 В нашем. Скажем так. Вот. То, что мне кажется. Ну, важным. Что-то. В этой вот конкретной ситуации. Ну, вот. Понимаете, да? Что я имею ввиду. Мне кажется, мне так кажется, что вам имеют смысл, ну, не спешить, вам имеет смысл разобраться в себе и разобраться в том, что вы, например, чувствуете к, допустим, ну, к человеку. Да? Вот. Что вы чувствуете к человеку? Что вы чувствуете к родителям? Вот. Из чего состоит ваша вот боль, да? То есть, то есть, то есть, вот, что именно вам больно. Вот. Что вам, условно там, говоря. Значит, в этой боли хочется, условно говоря, может быть вам хочется, там, чтобы ваши родители, условно говоря, вас поддержали, чтобы пап его поддержал вас. Ну то есть разные есть варианты, вот, на мой взгляд, от этого важно, чтобы вы сами для себя на эти вопросы ответили, потому что, на мой взгляд, ну, немножко странно. Как бы видеть, что родители негативно воспринимают, ну, вашего партнера и пытаться знакомить своего брата с, ну, причем совершенно здесь как бы очевидно, что ценность у этих людей диаметрально противопалов. Это не хорошо, не плохо, это просто данность такая. Что здесь вам нужно для себя уяснить? Ну, наверное, в первую очередь то, что вы выбираете ценности. То есть ценности у людей могут быть разные. Это важно, понимаете? Вот. Вы выбираете ценности и за ваш выбор вам приходится платить. Это нормально. За любой выбор по ценностям приходится платить. А платить приходится тем, что мы теряем людей, если вам ваши ценности, ну, скажем так, близки. Вот. Мы теряем людей, мы теряем компакты, мы теряем связи, мы много чего теряем на самом деле. Ну, это естественно, если мы хотим реализовывать, ну, если мы хотим реализовывать свои ценности. Вот. К другому здесь невозможно. И вы сейчас, мне вот так кажется, что вы хотите, вы пытаетесь, возможно, удержать, вы пытаетесь удержать и то, и другое, вы пытаетесь удержать и своих близких, вы пытаетесь удержать, и, значит, своего парня, ну, уже, сейчас, уже, сейчас, на мой взгляд, у вас зреет такое вот понимание, что это невозможно, невозможно, невозможно удержать и то, и другое. Нужно выбрать. И вам, ну, на самом деле, нужно сделать выбор. Несмотря на то, что это тяжело, несмотря на то, что это болезненно, несмотря на то, что это, ну, невозможно практически, то есть, ну, выбирать между близкими людьми и своим, ну, своим молодым человеком. Вот. Вот. Хотя, ну, вас, безусловно, безусловно, вас можно понять. Безусловно, вас можно понять. Безусловно, это, ну, вас, безусловно, ну, я, например, вот, понимаю вас, безусловно. Вот. Ну, вопрос, конечно, не в том, кто кого понимает, да? Вот. Вот. Вопрос, ну, немножко никто. Вот. Кто кого понимает. А вопрос, он больше, как мне. Кажется, вопрос, ну, вопрос больше про то, что выбираете вы. Вот. Вот. Мне кажется, что это самая, самая, самая важная, самая важная жизнь. Вот. И, соответственно, если, если вы, понимаете, для себя, вот, вот, ну, как бы, цену, цену вопроса, да, вот, то, на мой взгляд, все в порядке. Вам нужно принять решение, сделать вывод свой, опираясь именно на, вот, числа свои, именно на свои числа опираясь. Вот. Вот. Только так вы сможете, на мой взгляд, ну, стать счастливой. Только таким образом. Никак, никак иначе. Никак по другому. Это, собственно, собственно, такой ответ. Ну, а, условно говоря, принять, прожить, оболеть то, что вы будете переживать. В результате, поможет специалист, поможет психолог. Многим этим говорить, психологом, возможно, лучше понять, что вы хотите, чего вы хотите. Я не знаю. Вот. Ну, правильного решения здесь нет. То есть, как бы, не бывает в таких ситуациях правильных, правильных решений нет. Главное, что важно сделать, это отделить свой внутренний конфликт. Потому что молодой человек может служить проводником вашего внутреннего конфликта. Вот. А от оси вы чувствуете к нему, к человеку, к реальному человеку, на самом деле, это, вот, все-таки, немножко разные вещи. Точнее, если говорить откровенно, то это очень разные вещи. И, вот, если вы ошибетесь в этом, если вы спутаете эти вещи, или будете исходить из не совсем верных, верных, ну, пропорций, вот, то будет проблема. И, вот, вот, э, такая, э, такая вот история. Такой момент. На этом всё, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего самого доброго и надеюсь, что ситуация будет разрешена. А мой ответ позволит вам сформулировать обратную связь так, чтобы вы, начав её реализовывать специалисту, начали процесс работы над собой. Всего вам самого доброго.